Всем привет! С вами снова Маша и я буду сегодня проводить обзор на участников этапа гран-при в Канаде. И начать бы мне хотелось пар. Из наших здесь будет представлять Александра Бойкова-Дмитрий Козловский. Интересная пара. Что сказать об этой паре пока мы многое не знаем, но я думаю они одни из претендентов на попадание в тройку на чемпионате России в этом году. В этом сезоне уже провели несколько стартов не таких значительных, однако все равно для них, для тех, кто только выходит на взрослый уровень, это значительные старты и на всех надо показывать хороший результат. В принципе мне понравилось, как они откатали на этих стартах довольно-таки чисто, стабильно. Были интересные поддержки у них вращения, хорошая программа, мне понравились что одна, что вторая. Конечно, произвольно они взяли не самую простую, то есть такая мутка, где надо катать, где надо, в общем, показывать такую легкость, душевность, да, такая у них музыка, может быть даже много балетная, танцевальная. Но ребятам она идет, я думаю они справятся. Довольно-таки интересный пар, как я сказала, мне они понравились. То есть хорошие у них чистенькие элементы, стабильность исполняют. И не сказать то, что они совсем-совсем в таком уровне находятся, грубо говоря, в юниорском или тех, кто только вышел. То есть у них уже видно, что они, в принципе, показывают такое взрослое катание. В том смысле то, что у них нет таких прям детских, простых, смешных элементов, ну, вроде Акселя, допустим, Коробевина с Ефимовым прыгали, один из прыжков Акселя у них был, двойной, это считается легкий прыжок. У Козловского и Байков, в принципе, программа понасыщенней, поинтересней, постабильней. Эта пара мне понравилась. Как это бы странно не звучало, но они смотрятся увереннее, чем Тарасова Морозов на льду. И на мой взгляд это так. Поддержки у них, возможно, не такие сложные, да. Но у людей, которые только вышли, грубо говоря, с униоркского уровня, мега сложных поддержек априори быть не может. Поэтому хорошая программа, хороший технический набор. И мне они очень сильно понравились, что в короткой, что в произвольной программе. Как я сказала, они довольно-таки молодая пара. Они вообще начали, встали в пару, перешли вообще в парные катания в 15-м году, то есть в сезон 15-го года. Это было, ну, совсем не так уж и давно. Но при этом мы уже много раз о них слышали. И они были включены как запасные, да, на каких-то стартах. Поэтому они довольно-таки уже известны среди пар фигуристы. Более-менее в России, по крайней мере. Потому что в России все-таки пар не так уж и много. Но их вообще в каждой стране не так уж и много. Поэтому ребята претендуют на подание в тройку. Я думаю, у них есть шанс пробиться на Европу и Мир в этом году. Кстати говоря, что я обратил внимание. Саша не очень маленького роста. То есть если та же Алиса Ефимова метр пятьдесят один, Саша метр шестьдесят. Это довольно-таки считается высоко для парницы. Однако это им никак не мешает. У них хорошее лёгкое катание. И Дмитрий мне понравился как партнёр. То есть он не такой мальчик, знаете, который худыш, который не может девочку подкинуть. А у них хорошие высокие подкрутки, хороший выброс. То есть сильный такой парник. Главное, у ребят сейчас справиться с нервами, потому что юниорские соревнования и взрослые уровень – это совершенно разные вещи. Их нельзя вообще сравнивать. Справиться с нервами покажет хорошую программу. И я скажу, смогут они завевать медаль или нет. Ну а сейчас давайте коротко о их выступлениях. Как я сказала, встали в парни в пятнадцатом году. Саша и Дима встали в пятнадцатом году в пару. Тренируется у него Артура Минчука в Питере. Ну, на самом деле, коротко их достижениях на чемпионате России сезона шестнадцать-семнадцать они были шестыми. Выступали в финале Нью-Йоркского гран-при, были третьими. На этапах Нью-Йоркского гран-при были и в призах, и без призов. Ну, то есть, в принципе, у них не так уж пока и много каких-то совместных результатов. Но мне их катание понравилось. На то, что у них есть хорошие прыжки. Тоже сальков, между прочим, в короткой программе. А у Тараса Морозного в короткой программе то лупчик стоит. Видите, хорошая подкрутка, то есть хорошая такая пара, стабильная. Ну, не буду говорить, что она стабильная, нельзя перед соревнованием так говорить. Но, по крайней мере, кататься умеют чисто. Главное, что могут умеют. Что касательно их конкурентов. Сейчас я назову этих людей, которые способны бороться с Сашей и Димой. Итак, в парах. Тут у нас довольно-таки сильный набор. Тут три-трое канадцев. Честно говоря, они совсем неизвестны. Потому что основная канадская пара, мы знаем, кто это. Мы все их знаем. Да, они Дима и Ретфорд закончили карьеру. И мы их не увидим. Я думаю, вообще больше как на соревнованиях. Поэтому три неизвестных канадских пара. Но канадцы умеют делать пары. Поэтому я думаю, что надо побаиваться и с осторожностью относиться к этим канадским парам. Кстати говоря, Диму и Сашу тренируют, в том числе, как видите, Тамара Николаевна Мусквина. Поэтому я считаю, что эта пара может вырасти в дальнейшем и перерасти Тарасову Морозову легко. Я так считаю. То есть где-то в сезоне, ну, скажем так, за годы или пить их за два, они уже будут претендовать на высокие позиции. Ну, будут, кстати говоря, войны с Джеймсом Морозом и Типре. Сильные-сильные конкуренты. Их надо бояться. Китайцы будут. Будут американцы и австралийцы. То есть сильный набор пар будет. Нельзя говорить о каких-то медалях. Не хочу пока об этом говорить. Но поборемся. По крайней мере, за тройку точно бороться они могут. Ну, в общем, бороться за тройку, скажем так, за бронзу, как минимум, Саши Дима Морозову. Ну, могут. Но пары довольно-таки сильные тут собрались. И каждый из них может выстрелить. Поэтому загадывать не будем. Но борьба будет интересной. Что, кстати, для мужчин? На этом этапе от нас выступает тоже только один представитель Александр Самарин. Что, кстати, для Саши? В этом сезоне он показывает, ну, не совсем стабильность. Не очень стабилен. На контрольных прокатах, то есть были ошибки. На турнирах у него были в этом сезоне ошибки. Но, что сказать, это было с каждого начала сезона. Надеемся, что к этапам Гран-при Саша подойдет уже более собранным и уже на пике формы более стабильными выступлениями. Программы у Саши в этом году интересные, яркие, запоминающиеся. Яркий костюмчик, опять же, что в короткой, что в произволе. В общем, интересные программы. Мне понравились. Вообще, коротко Саши хочу сказать. Заметили мы его впервые в сезоне 17-го года. Там, где он обогнал самого Макса Ковтона, трехкратного чемпиона России. Сдвинул его со второго места. Даже с первого вздвинул. В общем, Ковтон тогда был третьим. Первым был креда, вторым – Самарин. То есть, юниор сдвинул Ковтона. Это был нонсенс. Однако, на Европе Саша показал уже не такое стабильное выступление. Вообще, в 17-м сезоне у Саши были прыжки и каскадь 4-3-тулк-тулк. Уже в том году его расценили как одного из претендентов на попадание на Олимпийские игры. Но, но кое-что случилось. Сейчас скажу, что именно случилось. Саша выучила самый интересный четверной лут. Молодец. Это офигенно. Четверной лут в каскаде с старинным тулупом – это хороший прыжок, хорошая комбинация. За него Саша много получал. И чисто исполнен он ее на этапах гран-при. То есть, показал себя, как чисто забили фигурист. У него есть медали на этапах гран-при. В том году он был третьим и четвертым. Один этап офигенно выступил, второй этап – были ошибочки, поэтому стал четвертым. А тогда был очень сильный состав участников. Но при этом показывал он стабильное выступление в протяжении этапа гран-при. А сбой случился на чемпионате России. Первый сбой. Но он был такой, скажем так, звоночком был тревожным. Саша отобрался на чемпионате Европы, а вот на Европе он уже собраться не смог. С чем связано – не знаю. То есть, потом уже пошел спад, и Саша, честно говоря, как-то сдал позиции. Я же расценила в начале того сезона, как одного из лидеров. А с самого начала он так реально начал сезон, прям ворвался, знаете, на этапах гран-при с такой заявкой. Четвертым лустом, это луп, когда-то его не прыгают, а я взял и прыгнул. И это действительно было такое, опа, нонсенс. Немножко неожиданно и клево, и сама Тен Тарасова им была восхищена. А потом случился некий спад, и сейчас Саша, честно говоря, немножко мой, лично мое расположение к нему утратил. У него появилась нестабильность. То есть, как-то много грязи ничего в программах накопилось, и нет той вот стабильности и того стержня, который был. Тренируется он, кстати говоря, в ЦСКА. Да, то есть армеец он, посмотрим, что будет у него. По крайней мере, справиться своими нервами, своей программой, претендовать на медали будет. Не справиться, ну, значит, нет. Поэтому пока к этому фигуристу у меня очень много вопросов. То есть, какое-то время я его расценивал как одного из правдых претендентов на попадание на Олимпиаду, потому что он может прыгнуть тут с 4-3 лусту луп, и поэтому это было вау-вау-вау, четверной луп он прыгал, и вообще все, он умел прыгать, офигенный фигурист, а потом резко у него хоть пошел спад, на Европе перенервничал, и, в общем-то, немножечко свой авторитет он потерял. Его конкуренты, у него много тут конкурентов, тут и Роман Садовский, Кенг Мессинг, Оу Мессинг, Мессинг, это да. И Нэм Гуен, в общем, это трое канадцев. То есть, вот, пожалуйста, по крайней мере, двое из этих канадцев довольно-таки сильные, могут обыграть Сашу, это канадцы. Тут у нас и Шома Уна, извините, Шома Уна, японец, и Казюки Тамона, японец, и американец Джейсон Браун, в общем, очень тяжело Сашке будет. Но будем болеть, смотреть, опять же, все зависит от его нервов и от нервов конкурентов. То есть, выступит конкурент плохо, Саша выступит хорошо, конечно, будет медаль. Опять же, это спорт, его нельзя предсказывать, и поэтому нам интересен, потому что он не предсказуем. Будем болеть за Сашу, смотреть, как он выступает, конечно, хочется увидеть чисто стабильное выступление. Ну, и, в общем-то, как я сказал про мужчин, будет жесткая конкуренция, будет прям битва на льду, будет кровавый лед и так далее, поэтому смотрите обязательно всем. А я хочу потихонечку перейти уже к танцам. Итак, переходим к танцам. На мой взгляд, очень интересно среди танцоров, в том числе и наших, должен выдаться этот этап. Я сейчас скажу дальше, почему, и объясню. Начать мне хотелось бы с пары депутантов этого взрослого сезона. Чемпионов мира среди юниоров, на минуточку, Анастасии Скобцовой, Кирилла Алешина. Что сказать, в этом видео я вставила их в прошлогоднюю программу, произвольную, на мой взгляд, не самая интересная программа, по мне так скучная. Но чемпионат мира они с ней среди юниоров выиграли. Довольно-таки молодые ребята, всего Насте 18 лет, но самое время стартовать на взрослом уровне. Что касательно их программы этого сезона, пока уже что рано. Я хотела бы их прокомментировать уже после этого проката, потому что не люблю комментировать молодые пары до соревнований, потому что непонятно, как они выступят, как с нервами справятся, и вообще общее впечатление, чтобы как бы не перехвалить или там не заглазить, не смазать впечатления о них. А то сейчас скажу, вот, они сейчас на первое место претендуют, а потом они займут там какое-то, ну, не самое первое место, и будет не очень красиво. Поэтому не люблю давать какую-то оценку парам, которые только выходят на взрослый уровень. Их задача на данный момент чисто кататься, просто сделать свою программу, справиться с нервами, а это одна из самых сложных задач. Поверьте мне, с нервами справиться может не каждый. Поэтому даем такую им установку. Ну, что касательно и по юниорам, они очень хорошо выступали, то есть добились титулов, опять же, чемпионов мира. Это немало. И среди юниоров выделялись. Но, опять же, у нас, мне кажется, все пары, которые сейчас на взрослом уровне выступают, какие-то были чемпионами мира на юниорском уровне. Сницын, Кацалапов, там, не знаю, и Боброва, не знаю. По-моему, знаете, когда перечисляют, все время говорят чемпионы мира среди юниоров. Поэтому такое ощущение, что у нас все танцевальные пары чемпионы мира среди юниоров. Но, что сказать. Так, пара, довольно-таки, конечно, интересная. Не помню, стартовали где-то в сезоне или нет. По-моему, да. Ну, довольно-таки неплохо выступали. Тренируются у Кустаровой. У Кустаровой хороший тренер. Ну, в общем, довольно-таки интересная пара. Яркая, запоминающаяся. То есть, по контрольным прокатам, в принципе, они запомнились. И что еще про эту пару рассказать, не знаю. Давайте просто пожелаем вам удачи и хорошо выступить. А вот теперь перейдем к паре, которую мне очень бы хотелось обсудить и вот им дать оценку. Виктория Щеницына, Никита Кацалапов. Это спора, о которой просто можно говорить много-много. И споры о ней не вычихают, кажется, уже много лет. Начиная с, наверное, момента Сочи, когда бронзовый призер Олимпийских игр с Еленой или иных в личном зачете обошли самих бронзовых призеров Четы Мира, лидеров российских танцев Екатерины Вобровой и Дмитрия Соловьева. Это я говорю, когда Никита выступал в Шпале с Еленой или иных. То есть, они обыграли лидеров тогда. Офигенно станцевали Лебединое озеро. Все, они будут лидерами, сказали там многие. И как же это было обидно, когда Никита сказал «Нифига, мы с Еленой расстаемся, и в паре месяц кататься не будем, и вообще мы, короче, больше не вместе». И все, ребята, финилия комедия. Но ничего, ничего. Я берусь и новую партнершу Викторию Щеницыну, которую, в свою очередь, говорит бай-бай Руслану Жиганшину. И, в общем-то, уезжают они в Америку, начинают тренироваться у Марины Зуевой. Об этой паре говорили тогда много. Давайте посмотрим, справедливо ли они так много говорили. Красивая пара, несомненно. Виктория обладает очень красивой внешностью русской девушки. Плюс, и многие специалисты отмечают ее внутренний мир, наитончайший такой, да, глубокий. Ну, очень воспитанная девушка, как говорится, русая, с голубыми глазами, худенькая, тоненькая, красивая. Можно подогнать под любую музыку, как говорится, особенно с медля какой-то, или какая-то красивая классическая музыка. Вообще идеально ей подойдет. Поэтому с этой девочкой можно добиться многого. Но когда ты у состоявшихся спортсмена меняешь партнершу, это уже другой вопрос. В общем, уезжают они тренироваться к Марине Зуевой в Америку. Марина Зуева, кажется, такой тренер, который может сделать из любых спортсменов чемпионов. Ну да ладно. Тут главное, если сам спортсмен хочет, он из себя даже без тренера сделает офигенного, сделает чемпиона. Что же мы видим? Допинг находят у Кати Бобровой, и, опять же, лидеры наших, Славьё Бобров, бывают на какое-то время из мировых танцев. Надо же им кого-то заменять. И тут две новые образовавшиеся пары, и Лильяных, и Жиганшин, Синицын и Славь, и, казалось бы, в каждой из пары есть своя звезда. То есть здесь это Никита, а в той паре это Лена Ильяных. Ну, звезда-то есть. А у второй партнёра, что с ним делать? Да и звезда есть, но звезда не скатана. Другим партнёрам, и хоть они говорят, что вот, мы готовы бороться, а получается так, то, что на первой позиции выходит только что вычет через юниоров Степанова Букин. С одной стороны смешно, с другой грустно. Ну, да ладно, первый сезон, и первый сезон никто не обижается, всё исправимо, всё поправимо. Ладно, окей. Что мы видим сейчас? На протяжении того года была такая борьба Синицынов, Казапов против или иных же Ганчинок. Кто же кого там из них съест? Ну, грубо говоря, съест это в том смысле, что кто кого обыграет. Причём, если сначала Никита с Викторией даже боролись в какой-то момент за первое место на чемпионате России, после короткой шли первыми, как же тогда негодовала Татьяна Анатольевна Тарасова. Мне кажется, там чуть эту судейскую бригаду тогда не съела, потому что, ну, в принципе, это было действительно не совсем честно, на мой взгляд. Ну, кто знает. В произвольной программе же всё равно Вика с Никитой слегка налажали и стали вторыми. Ну, да ладно. Что идёт дальше? Они со второго места падают на третье, а точнее вообще чуть на четвёртое не скатываются. Давайте вспомним сезон 17-го года, где они просто проиграли, точнее, наоборот, выиграли у Жиганчина или какие-то там, господи, тысячные баллы и отобрались на чемпионат Европы. Как потом оказалось, это было решение такое спорное, потому что часть Европы, они конкретно лжанули, а, вернее, Никита в толпу среди льда и такой типа, блин, что-то мне твизл делать, не буду делать. Короче, я критикую эту пару сильно, возможно, несправедливо. Хотя я сказала то, что красивая пара, будь они стабильнее, будь стабильнее, они могут классно вместе катать. И, казалось бы, уже сколько времени прошло, они уже должны скататься, и это бесспорно, за это время уже с медведем скататься можно было, извините меня. Но посмотрим. Сменили, значит, они в очередной раз тренера в том сезоне объявляли то, что мы будем бороться с самые высокие позиции за попадание на Олимпийские игры. И, казалось бы, если давайте разберёмся, не сорви, Никита, тогда произволили программу начать в России, да? Если бы они выступали хоть как-нибудь. Я не буду... А учитывая то, что Степана Бубукина не пустили на Олимпийские игры, у Синицын и Касапова был шанс поехать. Но судьба, она такая, как говорится. Причём каждый сезон от них слышу одно и то же. Мы, да, мы допускали много ошибок, мы признаём. Окей, признаём, хорошо. Но в этом сезоне мы будем бороться за лидерство. Ха, окей. Это было интересно услышать первый раз. Интересно второй. Но, блин, ребята, в третьей и в четвёртой это уже как-то, ну, не катит. Когда ты уже в том сезоне, и они в тренера говорили, что вот, мы наконец-то из Синицын и Касапова сделали челедскую пару, которая не лажает и будет нормально выступать. Не знаю, в том сезоне у них конкретные срывы были. То поддержку, то он её чуть не уронит, то ещё что-то, то твизл сорвёт, то, в общем, пятое, десятое и так далее, и постоянные срывы, и потрясающая нестабильность у этой пары наблюдается. Что же касательно их вообще программ? Итак, давайте забираться дальше. Окей. Какой бы нам сезон взять? Возьмём сезон. Тот сезон, уж леет Марина Зуева, сказали, да, уходим мы к Жулину, а ведь Никита Касалапова тренировался уже Жулино. До этого и... потом ушёл от неё. В общем, довольно-таки интересно у Никиты Касалапова биографии, но не будем про это. Чем мне в этом сезоне эта пара запомнилась, скажем так. Во-первых, совсем недавно Виктория дала своё первое большое интервью. на AirSport она была выложена, и там Виктория довольно-таки подробно излагала свою биографию, о себе рассказывала много. Окей. Что меня там поразило? Была там фраза такая «Мы с Никитой будем бороться за лидерство в этом сезоне». Блин. Как же это огружало на этой фразы? Не то, что смеялась, но ребята в какой-то дерзкой высказанной давайте вы будете доказывать своё превосходство не словами, а действиями. Они катают чисто программно, если такое случится. То да. Тогда ещё раз скажу про их потрясающую нестабильность. Чтобы быть первый пара России, надо офигенно стабильно кататься. Да, ты будешь первый. На данный момент лидеры у нас всё-таки, я думаю, потендует больше всего Степанова Букин. Хорошая пара, стабильная, сложные твизы, сложные программы, интересные программы. Давно уже катаются, были призёрами и на Европе, и многие старты гран-при, у них медали. Чтобы получить медальку на гран-при, надо стабильно катать. в том сезонне, вообще, какой-то у них то на одном старт срыв поддержки, то на другом, то ещё чё-то. В общем, мне, вот, за них, вот, когда они катаются, думаешь, блин, хоть бы не споткнулись они на какой-нибудь дорожке, на какой-нибудь шаге, хоть бы не суронились поддержки, хоть бы визу они сделали. Танцоры, танцы, видишь, где любая агрессность стоит довольно-таки дорого. То есть, ладно, пары, у них там одни прыжки и такие технические элементы, но умудриться свалиться в танцах, это, конечно, надо уметь. А так часто, как это делают Никиты с Викой, это вообще надо, наверное, всю жизнь к этому идти, чтобы так лажать постоянно. Ну, ладно, слишком сильно хрискартиковал их. О их программах опять же не хочу говорить, давайте посмотрим, как они в испытной этапе. Возможно, я зря их так ругаю. Возможно, с ними действительно за это лет случилось чудо, и они претендуют на звание первой пары России, возможно. Хотя, на данный момент они даже за Горрера проигрывают, на мой взгляд. Но, конечно, у спортсменов на это свое другое мнение, естественно. Каждый спортсмен будет говорить, что он крутой. Идем дальше. Опять, все, кстати, программ. Неплохие, интересные программы. На самом деле, повторю, все право, пара очень мне нравится, она красивая. Красивая пара, чисто русская, красивый парень Никиты, красивая пара Вика, парница, извините, а вместе они составляют вообще одну, какую-то единую красоту. Катаясь они с чувством, катаясь они стабильно, катаясь они без срывов, да, легко и просто, вот так вот, как канадцы, извините, канадцы, вот как все же зеркали, тонкие катались, с такой легкостью. А с Никитой, с Викой, вдруг будут окататься легко? Блин, они такая клевая пара, конечно, они будут первыми. Но, я не знаю, наступит ли момент, когда они будут так стабильно, чисто, легко кататься? Не знаю. Буду надеяться, что когда-нибудь наступит. но в данный момент, конечно, на мой взгляд, до этого далековато еще. Ну, оценки их в начале этого сезона вообще были не самые высокие, но то было начало сезона, сейчас будут этапы Гран-при. Давайте скажем теперь пару слов о конкуренции в танцах на этом этапе Гран-при. Итак, не сказала я еще про короткую программу у Насти и Кирилла в том году. Прикут, она мне очень нравилась. Эта программа мне действительно нравилась. Такой интересный переход для танцев не совсем своеобразный. Вообще, пара, на самом деле, перспективная, как я уже сказала. Настя довольно-таки яркая девочка. То есть, выделяется, они как среди юниоров сильно выделялись. Конечно, переход на взрослый уровень совсем другой этап в их жизни как спортсменов, но посмотрим. По крайней мере, с юниоров пара себя показала очень хорошо. Вот коротко, как я сказала, мне очень нравилось в том году. Итак, а теперь коротко о тех, кто будет мешать нам завоевывать первое-второе место. Вообще, на самом деле, среди танцев в этом сезоне, в этом этапе, извините, но не так хотя. Тогда да. Опять Мэрисов Хаббл Захар Данхю опять выступает. Вот посмотрим, смогут ли наши лидеры синиться на X-лапов, наши мега-лидеры танцоры. Ладно, извините, те, кто любит пару, я не специально, но просто меня уже накипело. Смогут ли они подвинуть этих американцев? Лично я сомневаюсь. Дальше идем. Трое канадцев. Мэрисов Хаббл но остальные в общем-то не очень известные, то есть самое вот известное это американцы, их будет тяжело подвинуть. Китайский дуэт, но китайский дуэт сомневаюсь, но будет даже Насте с Кириллом представлять какую-то опасность. на самом деле думают как минимум один канадский дуэт, американцы, ну и еще кто-нибудь будет на советскую конкуренцию точно. Касательно, Никита и Вики. Они могут бороться, скажем так, за третье место при чистом бракате. Как бы про эту пару надо именно добавлять при чистом бракате, потому что по-другому никак. Почему скажешь, нам будет интересно посмотреть именно танцы, потому что можно точку зрения касательно пары не с ней с Аксапу разделять Татьяна Тарасова. Она говорит, что это перспективная пара, но влажают они так, что мамы не горюют, то есть влажают они тоже очень любят, у них это прям их хишечка. Опять, извините, те, кто любит эту пару. Поэтому послушайте комментарии Татьяны Тарасовой просто на танцы для танцоров. Ребята, не пожалеете, если вы даже не любите танцы, многие считают их скучными, хотя на мой взгляд в этом сезоне правила изменились в лучшую сторону, фигуризм позволит делать больше интересных всяких штучек и поддержки более интересные стали, и вращение, и можно льда руками касаться, поэтому сейчас разнообразнее, интереснее танцы стали смотреть, стало интереснее. Но вот те, кто даже не любит танцы, послушайте просто комментарии Татьяны Тарасовой. Включите хотел просто напрокат Никиты и Вики, то, что заранее известно время, во сколько они будут катать. Включите посмотреть, просто Никит прокат, не пожалеете. Так что скажет Татьяна Анатольевна, поэтому на счет пары, это, конечно, я думаю, это стоит вашего внимания, потому что ради этого стоит хотя бы посмотреть танцы, поэтому очень интересная борьба будет на этом этапе. Обязательно сидите за танцами, и как я сказала, если не будет на этом этапе медали, ничего страшного, то сильные конкуренты вообще во всех дисциплинах собрались. Кстати говоря, если ни в танцах, ни в мужчинах, ни в парах на данный момент на этом этапе мы не претендуем, скажем так, на лидерство, а вот среди женщин у нас, пардон, тут собралась компания очень интересная. Между прочим, тут аж две чемпионки мира за последние четыре года собрались. Это и Туктамышева, Медведева, и между прочим, еще Дашка Паненкова. Сейчас мы про женщин еще день разберем. Я думаю, женщины танц на этом этапе самое интересное, что вообще есть. Давайте разбираться потихонечку. Итак, женщины Дарья Паненкова. Что мы знаем про эту девочку? На самом деле мы немного про нее знаем, но в последнее время достаточно. Про нее начали говорить в этом сезоне то, что она заявлена из группы Этери Тутберидзе, то есть новая такая звездочка 15-летняя, которая способна составить конкуренцию за Гитвой, потому что в группе Этери Тутберидзе все девочки друг к другу способны составить конкуренцию, но вдруг выводится через пару недель после объявления состава гран-при Дарья вдруг уходит из группы Этери Тутберидзе. Это сразу вопрос, а сможет ли она теперь вообще бороться с Эгитовой? Смотрите, как меняется отношение людей к спортсмену. Катаешься в группе Этери Тутберидзе, ты способен составить конкуренцию, хочешь другому тренеру, ну блин, не факт, не факт, ребята. Забавно, завольненько, но в принципе Этери Георгиевна заслужила такую репутацию тренеру, которого спортсменки выигрывают. Ведь правда, посмотрите, она дашь на прыжки. Хорошая крутка, с руками, это отличительные черты девочки из группы Тутберидзе. Видите хорошую крутку, прыжки, высокие, с двумя руками, вот, сразу говорится, что это из группы Тутберидзе, не прогадайте. Но Дашка ушла, ушла на довольно-таки интересный выбор у нее получился, к Царевой Ане. Царевой Ане мне очень нравится как тренер, объясню почему. Ну, во-первых, потому что молодой тренер, сейчас нас таких не очень много, хотя в последнее время начинают набирать обороты. Тот же Максим Траньков, который взял первую пару в России, хотя он молодой тренер, у нее вообще опыта никакого. Ну, ладно, не будем вспоминать грустное. Казатель Даша, ушла на Кане Царевой. Давайте так, блиц опрос. Итак, с кем у нас ассоциировалась Ана Царева? Правильно, с Анной Погорилой. Я думаю, она ко всем, у всех ассоциировалась с Анной Погорилой, но недавно прошел Кубок России, кстати говоря, это видео с Кубка России, Даша выступает. С Анной Царевой, кроме Даши, были еще другие ученики, другие девочки, которые способны в будущем составлять конкуренцию в нашей стране, в общем, которые способны бороться за медали в будущем. И новенькие появились, и молодые, и юниорочки еще совсем. И заводитки, интересно, за ними было наблюдать. То есть, хорошие, стабильные, прыгучие девочки. Я думаю, Аня Царева не потеряется. Мы еще видим. Я надеюсь, она не будет как Жанна Громова. Почему я говорю как Жанна Громова? Потому что Слуцкая у нее тренировалась у Жанны Громовой, потом не было у нее известных учениц. Надеюсь, у Аня Царева такого не будет. И судя по количеству, то есть, и Фанинкова у них тренируется, и Богорилла возвращается, и другие, как я сказал, девочки интересные. Поэтому, я думаю, она не потеряется. Мы ее еще увидим много где. Итак, что касается Даши Панинковой? Девочка, она, конечно, выделяется. Такая у нее нестандартная внешность, скажем так. Не в том, что она страшная. Нет, ни в коем случае не некрасивная. Наоборот, какие глаза у нее, да, яркие, такие, как будто бы, как кукольные, не знаю, необычные. волосы, такие, ну, выделяющиеся внешность у нее, выделяющиеся. Что касательно ее ухода от Ответа Тудберидзе, да, это была громкая история, была скандальная история, скандалом ушла таким. Я не разбиралась в подробностях, но не люблю копаться в чужом Нижнем Беле, поэтому не будем вдаваться в какие-то там подробности их отношений с Ответой Тудберидзе. Ну, ушла и ушла, окей, все, забыли, перевернули страницу его жизни, идем дальше, у нее новый тренер. Даша, значит, заявлены этапы, на два этапа. Были даже слухи, что она снимется с этапы, поскольку у нее тренер, но нет, она едет. Хорошо, посмотрим. Если она сохранит стабильность, которая была у нее при Тудберидзе, то Левонтики сильная спортсменка и может себе показать. Кстати говоря, на этом этапе наступает Элизабет Турсенбаева, которая перешла от Орсера к Тудберидзе, скажем так, ответочка за Медведева. Ну, видите, у Даши бывают срывы, прыжок, только что не всем удачно сделала, срывала, а сорвала. А так, программы неплохие, как бы, девочка, которая только вышла с юниоров, а Даша еще 15 лет, очень даже хорошая программа, будет смотреть за стабильность Тудберши. Затем, как она будет выступать и показывать себя. Сможет собраться или нет, переволнуется или нет. Вообще, девочки из группы Турберидзе, даже раньше тренировались у нее, довольно-таки стабильные и в прыжковом плане, и в плане психологическом. Но, Полина Сурская, видите, в том году была более стабильная, а ушла, сейчас потеряла стабильность. Поэтому, посмотрим. Многие фортсменки уходят Турберидзе, даже Лепнинская, стабильность в психологическом плане теряют. Но, это уже как пойдет, как говорится. Поэтому, пожелаем Даше удачно выступить. Итак, что Даша, понятно, ей главное справиться своими нервами. Если справиться своими нервами, будет чисто катать, то все будет окей. И, напоследок, что еще хотел сказать, на Озгод я бы рекомендовала Дашу пару когда сбросить. ладно. Итак, приходим к другой спортсменке, к Лизе Туктамышевой, к чемпионке мира. На самом деле, этапы распределяют сейчас так, что стараются, чтобы все сильные фигуристы, фигуристы и пары не были на одном этапе. Но, что мы видим здесь? На этом этапе мы видим аж двух чемпионов мира последних нескольких лет, Лизе Туктамышеву и Жене Медведеву. Но, это объясняется тем, что последние годы Лизе Туктамышевой слегка сдала свою позицию. В любом плане, Лизе никогда не выделялась особо какими-то компонентами и особо какой-то выразительностью в программах. она оборудовалась в технических навыках в технике в счет прыжков. Но, но, прыжки с ним компонентов нет. Чем набирает непонятно, поэтому был у нее провал такой на 3 сезона. Сейчас же Лиза меня порадовала, она начала выбираться из этого провала. Конечно, недавний турнир в Финляндии это хорошо наглядно показал. Там она показала хорошую программу, хорошую две программы, но меня больше поразила произвольная программа. Почему? Во-первых, Лиза установила тройной акции. Это он был еще в короткой программе, поэтому, да. Она его установила, он был с ошибкой сделан, ну, по крайней мере, она его сделала, да, молодец, круто, это правда круто, и я очень рада за нее. И, что еще? Она установила свой технический набор, который был в 15-м году, то бишь, Лут Сул, Т3. Последние несколько лет Лиза прыгала Тулуп-Тулуп и в короткой произвольной. Ладно, в короткой, хотя, в современном мире женского фигура и кланя, надо прыгать и в короткой тоже Лут Сулуп. И Лизе это надо сделать, чтобы претендовать на лидерство или на падание сборной, надо Лут Сулупчик-то восстановить и в короткой программе. Но, посмотрим. В первую сегодня сезонную Лизе появился такой хороший раздражитель, как Соня Самодурова, которая она тренируется в одной группе. Поэтому Лизе сейчас вообще не до отдыха. Ей нужно пахать, пахать и еще раз пахать, чтобы оставаться лидером как минимум в своей группе. Она чемпионка мира. Правда, ой, извините. Когда она выходит на лед, она все-таки это видно статус, видно, что она не просто какая-то левая девчонка, а чемпионка мира Европы. Это, конечно, надо катать, надо доказывать, что это не просто так была какая-то чемпионка мира. Дальше что? Что, кстати, программ? Мне они очень нравятся. В последние годы Лиза поработала с этими компонентами, она добавила руки, начала лучше скользить, у нее вращения стали более интересными с руками. То есть не просто рука болтается, а хронда на позе, как видите, в велосипеде пытается все как-то поставить красиво. Лиза, не отличалась с мега сложными вращениями, но сейчас она над ними поработала. Поработала дорожка шагов. Вот на сезоне у Лизы программа, которая самой ей нравится. Она видит, она под нее кайфует. Лиза вообще красивая девушка, согласитесь, у нее красивые глаза, она вообще яркая, запоминающая нее, красивые костюмы, интересные программы, все время она чем-то выделяется. Все-таки она чемпионка мира, и об этом нельзя забывать, об этом договорить, говорить, еще раз говорить. что касается стартов этих. В СПО она победила, там были ошибки, но самое главное, что она установила свою техническую часть программы, опять же, тот же Лус-Лук, тот же Тройной Аксель. Было у нее падение, но ничего страшного, это было начало сезона, она победила, она молодец. Я считаю, если она будет спать дальше, в каждом сезоне еще набирать, набирать и набирать формы, и ей надо просто научиться кайфовать от того, что она делает. Не думать о попадании на какие-либо места, а просто кайфовать от того, что она прыгает, то, что она катает, просто, как говорится, получать кайф от своего же катания, от того, что ты делаешь. По крайней мере, я от ее катания, то, что на выход на век, мне она очень нравится, как спортсменка, у нее хорошие высокие прыжки, и она довольно-таки интересная девушка. Мне нравится смотреть за ее катание, за ее развитие. Я думаю, не только мне, у нее много поклонников, я это знаю. В этом сезоне она еще стала более эмоциональной, более яркой, то есть программы еще у нее более интересные. Поэтому я думаю, что если она хорошо, стабильно все сделает, то у нее и шанс есть, и снова попасть в тройку. Конечно, надо усложнять еще программы, короткую, стул прыгать, а не тулп-тулп, акции заработать, и тогда она, глядишь, в новый будет претендовать на лидерство. Но Тох не хотелось бы лизу выгружать какими-то какими-то, не знаю, то есть какие-то и давать... Господи, забыла слово. В общем, не будем говорить, какие она на места претендует, но то, что она должна стабильно скатать, потому что чемпионка мира, это точно. То есть у нее уже есть очень серьезный статус, и она не должна нас себе разочаровывать. Вот. В принципе, все, что я хотела сказать, и пожелать ей удачи, и я думаю, потихоньку перейдем к последней спортсменке на сегодня, это Женя Медведева. Итак, Женя Медведева, мократная чемпионка мира, призер олимпийских игр, двукратный призер, и в личных соревнованиях серебряный, и в команде серебряный. Очень много про нее разговоров, и я думаю, про спортсменку надо просто снимать отдельно, даже не видео, а фильм. У меня это уйдет, наверное, про нее очень много времени, но я попытаюсь сказать вкратце. Попытаюсь. Итак, в этом сезоне Женя сильно изменилась, и разговоры о ней, конечно, не утихают. О ней и Алина Загитовой. На данный момент Женя пока смотрится менее, показался менее стабильно, чем Алина. До февринга же будут два старта, и на поле она показала мировой рекорд, и показалась стабильно, интересно, клевые программы, обе. Что касается Жениных программ, они тоже клевые. То есть, мне они понравились. Что касательно предыдущих программ, мне одна программа мне как бы не нравится. Ну, как бы они были интересные, ну, такие. Ну, катается, да, выигрывается, молодец. Не сказать, что прям вау. То есть, тот же Дон Кихот Загитова или Лебеди на озеро, они высмотрелись. А Жениные программы были все какими-то, типа, ну да, очередная программа, крутяк, молодец, хорошо прыгает, ну да, супер. А так, в этом сезоне, наконец-таки, уже какие-то интересные, яркие программы. Что касается прыжков, конечно, техника все-таки улучшилась, они стали немножко другими, они повыше стали, получше, тот же Аксель лучше стал, лучше же не поправила. И это было в начале сезона, то есть, в сентябре, контрольных прокаток на сентябрьском турнире в Канаде. И, я думаю, за эти несколько месяцев, за эти несколько недель, так, прошло сколько недель, ну, 8, ну, около 8. Что изменилось? Я думаю, что изменилось многое, потому что я читала интервью многих известных фигурных в плане людей, и все они в один голос говорили, что Женя еще сильнее прибавила, и, и, я думаю, на ютюбе появилось видео, где Женя прыгает в сложную комбинацию двойного Аксель, тройной Тулуп, тройной Риттбергер, да. В общем, много сложных комбинаций Женя выучила, или тренирует, или делает, но, не знаю, буду стоять в программу соревнований или нет, ей надо просто снова завоевывать авторитет у судей, потому что под большим вопросом она осталась после того сезона, к сожалению, проиграла на Алине Загитова олимпийские игры, но ничего страшного, кажется, со всеми бывает. Уже не были ошибки на Аутен Классик, были ошибки на Акселе, были, было падение с Литтбергера, но, как она сказала, мне надо привыкать к тому, что я могу быть не первый. Она проиграла на самом деле американке, американке проиграть слегка пожарно. Особенно Жене. Ну ладно. Тут можно забыть это, потому что Женя останавливается после тяжелейшей травмы стопы. То есть, она весь тот сезон хоть наговорила, то, что да, после, если не ошибаюсь, после чемпионата Европы, она говорила, да, я залечила травму, все. Но на самом деле, конечно, мы понимаем, то, что, то, что, ой, да, вот, сезоном падения, травмы так быстро не залечиваются. На самом деле, Женя каталась через боли, я думаю, просто никому об этом не говорила. Поэтому, когда она проиграла олимпийские игры, и было еще и двойне обидно, из-за травмы, ну, не будем про это сейчас говорить, про олимпийские игры, скажем про Жене на нынешнее катание. Оно стало интереснее, ярче, оно стало по-настоящему женским. То есть, не просто, что девочка катается, а уже женщина. Жене на году 19 лет, будет в ноябре скорость совсем. И, поэтому, конечно, девичье катание ей уж показывать поздно, скажем так. Уже пора что-то женское показывать. И, кстати, хореографии, на самом деле, Женя мне, на этих турнирах не очень понравилась. Недоработанные руки, ноги и так далее. До идеалок, это было раньше в группе Этери Туберидзе. Но, зато, в скольжении незаметные результаты. Думаю, касательно рук, ног и так далее, начнут работать. Эти компоненты у нее будут высокие. Или, много еще интересного от нее, чего увидим. Я думаю, Женя соберется. Характер у нее железный, мы это знаем. Ей осталось просто набрать форму. То есть, на этом указатель не было ничего той формы, которая нужна для соревнований. В основном, они на пике. Еще, но я думаю, к соревнованиям она выйдет уже наиболее лучшие форму, наберет пик. Ну, и смелости наберется. Я думаю, когда выйдет на разминку, у нее включится та самая Медведева, которая, как же так, я же не Медведева, я не могу не проигрывать, я должна быть только первой. Я думаю, это у нее на виду соперников, как они прыгают. У нее включится инстинкт, как говорится, не знаю, самосохранение, инстинкт побед, жажда до побед. и я думаю, она выдаст свои коронные прокаты, сможет выдаст свои коронные прокаты, хорошие, чистые. Но давайте не будем тоже говорить выдаст, не выдаст. Посмотрим. Главное, что сделать чисто и стабильно, без нервов, как она умеет. Просто сказать, как она умеет. Не будем называть какие-то особые планки, ругать или хвалить ее. Я думаю, по первому старту, если она вдруг даже упадет или проиграет, говорит, что ага, ушла от ТТР, вот теперь я всегда не выиграю. Это неправильно, ребята. Надо говорить, как минимум, прошествия одного сезона, а лучше двух и так далее. Ну, хотя бы два, давайте подождем. Или хотя бы один сезон. По крайней мере, еще ничего не случилось, она даже не стартанула на этом этапе и говорит, что либо рано. Поэтому я считаю то, что Жене просто надо дождаться хорошо выступить. Программы у нее стали сложнее. То есть, у нее флиптуб вторую часть перенесла, с лутцем каскад получила. Плюс, я думаю, она еще доработала и другие прыжки. Аксель лучше стал. Осталось доработан, у нас, руки, ноги, компоненты и так далее. И вообще все будет шикарно. Коротко о конкурентках. О конкурентках. Опять же, очень сильная конкуренция здесь собралась. Как ни странно, сегодня американка Мариян Белл, кстати говоря, которая Медведио проиграла. Три наших девочки. Элизабет Терсенбаева, три японки, Вакабо Хевучи, Юра Мацусуда, Мако, Ецшми, извините меня, три канатки, Габриэль Делима, в том числе. Итак, самый опасный конкурент это Габриэль Делима. Ну, не знаю, по-моему, на мой взгляд, для наших девочек при чистом катании она не представляет какой-то особой опасности. Она была бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, стояла на одном пьедестале с Медведевой, но при этом, мне кажется, ничего выдающего она не делает. То есть, ее уже скрутили, потому что она тренируется у известного тренера. Вместе с Медведевой, между прочим, они тренируются. Делима прыгает тулу-тулу. То есть, тук-тамышев такой же прыгает, да еще сложнее, поэтому, ее считаю, тянут за уши эту канатку. Мне она абсолютно не нравится, я считаю, что нечестно на отношение к ней относится. Просто послуживают ей, грубо говоря. Еще две канатки мне неизвестные, но канатки всегда были сильными в женском и девочном катании и в том числе, поэтому, я думаю, опять же, могут выстрелить. Три японки, из которых Вакабо Хигучи самая известная, да, ее стоит бояться, она тоже нам конкурент. Но, при численно показать на прокате наших девочек, опять же, она отваливается. Я считаю, что, в общем, Делимон тянут за уши. Ну, ладно, не будем ничего говорить, я считаю, просто что-то нечестно. Было ее вот эти вот слегка подсуживания. И напоследок хотелось бы еще отметить, что значит, в игре только у кого будут жестче нервы, опять же, кто покажет, более чистый прокат, более стабильный. Кто меньше всех нашибается, тот и победит. Все как всегда в спорте. То есть, ничего нового в этом плане не изменится. Поэтому посмотрим, будем, конечно, болеть за наших. У нас есть за кого-то болеть, переживать. Не знаю, главное, чтобы девочки справились с нервами. Не знаю, как все будет и вообще смогут они справиться, но мы можем за них болеть. Главное, им просто справиться, как я еще раз сказала, своими нервами, и тогда все будет хорошо. Конкурентки сильные, но конкурентки не железные. То есть, они тоже могут перенервничать и допустить ошибки. Поэтому будем смотреть, болеть во всех дисциплинах. И что? Пишите мне в ваших комментариях, чего бы вы еще хотели от меня услышать, что бы я вам рассказала и так далее. И пишите, возможно, я думаю, тем, чтобы создать группу ВКонтакте о фигурном катании и вообще своих видео, где я буду рассказывать, какие-то фотки выкладывать, еще что-то, с вами общаться. Возможно, можете прямые эфиры проводить. Пишите, если вам будет интересно, я скину ссылку на свой профиль в Инстаграме и ВКонтакте. Мы с вами будем обсуждать, когда я буду проводить прямые эфиры, и мы с вами будем делиться впечатлениями. Или ты, может быть, как раз будешь смотреть этапы Гран-при в той же Канаде, и параллельно с этим я буду говорить свое мнение о тех или иных спортсменах. Опять же, пишите, как вы к этому относитесь и вообще, какие-то замечания, пожелания и так далее. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok